здравствуйте друзья мы со светланой будем сейчас делать какую-то колбасу выскать как это какую-то какую отвечу вам какая получится это первый раз вот у нас тут прибор прибор но мы видим вот и тут можно открутить такие съемные съемные насадки нас насадки бывают разного диаметра вот в данном случае вот она вот такая потолще это самая толстая из того что у нас тут было вот и мы накручиваем обратно насадочку насадочку вот теперь тут поршень ходит поршень так устроится если так нажать немножко так нажать его можно значит делается как сюда заклад закладывается мясо ну фарш потом закручивается сюда обратно и дальше значит если мы начнем вот эту ручку до нажимать ручку то она потихонечку будет двигаться поршень будет двигаться и пошел все это выдавливается выдавливается но это пока я вам так идею покажу а дальше все это будет на практике реализовано я подозревает из корейского магазина или японского используется что тут очень важно температура была это самая температура 236 до 240 грамм пожалуйста это значит фарш а это фут-процессор так я понимаю даже мороженое да и она мягенькая друзья на мягенькая ничего страшного там нет так идем дальше что и все нет специи ну давай кусочки давай доказал что мороженое у тебя это косвенность мороженое не должно быть должна быть очень низкая температура не больше чем 10 градусов по цельсию тепло ну конечно если вспомнить сейчас тепло она сейчас начнет крутить машина повысится поэтому все должно быть холодно мы сейчас вот это раскрутим в том положила то самое опять мороз по туда остатки или то что раскрыли во вторую часть я не знаю получится ли но сразу в 1 заходе на читает у нас набор специй каких может у это я много тут спицы разных чего тут только не пахнет и жмите вот нюхунда пахнет очень хорошо так ты всех это было верно нет половина в ташу на же щепоте на нас есть ну вот что то получилось после размешивания она не все однородные света кишу может быть надо было бы вручную надел там сама очень холодная нужно чтобы было до уровня такой не больше плюс и мульсии такой не больше чем плюс 10 градусов а это и по рецепту да там должно быть холодненький ну вот что-то она конечно для колбаска который мы еще не знаем какая получится но колбаска должна быть нежной нежной чтобы там любить кусков каких-то ну да у нас получилось она подмерзла где-то там где она подмерзла она не хочет раздолбливаться это ты просто перепаду не хочу так сложно вынимается в эту ложку возьми так вот в этом и смысл то есть основная масса разбилась нормально скажи мне допустим когда фарш который тоже фарш фактически этот фарш это вот этот фарш отличается скажем от если его делают для котлет я бы не перемалывала в эмульсию такой зачем дела бы фарш это тоже эмульсия так чисто не знаю видимо за счет того что холодная она довольно плотненькая будет как тяжело да ну что такое ой друзья это шприц вот я вам показывал сам начальника да вот будем вот это все выдавливать а куда выдавливать важно на кишка есть натуральная прям продаются специально кишечки кейсинг ну да да так мы теперь остальное мясо должны доделать два прихода за вода это ты не 2 заход вторая смена посыпали значит приправкой я бы сказал что светлана немножко иначе все это подготовила как-то ножичком порезала может от того что было больше приморожено она его ножичком сейчас вода у света тоже приморожено холодная вода вот это друзья в пакетике так называемый пейсинг кишка это одна длинная 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 ее можно резать но я думаю что мы может быть одну длинную наберем а потом сожмем ее будем по веревочку которая мы будем делать это хитрее чем веревочку девочкой замучаешься а почем вот такой хитрее чем долларов 10-12 это что прямо кишка да вот тут написано сейчас рукава сделано нету не надо сейчас мы же снимаемся нет я смотрю что 3-5 минут в теплой воде но но цок в лонг-тайм то есть мы не сразу ее набираем мы сначала его размочить там назначите 35 минут буквально как ты думаешь что количество мяса например на какую длину или мой муж на безладно свой конце концов отрежем нет но может быть на на две сосиски сделать я понять не имею светлана ведет борьбу за то чтобы вот мокрую самую кишку найти конец и не да и вот туда пальцем залезть а что ты хочешь показать как туда нет нет она это так надо то есть и не показывает и реально надевать его то есть сейчас задача надеть все что можно надеть до самого конца вот друзья запихали вот маленький кончик тут остался и задача теперь такая чтобы набить в этот самый поршень как его правильно набить плотно плотно набить туда фарш будем наверное мы здесь открутить вот этот вот тут мы открутим не будем туда забивать вот так вот мы туда запихиваем как говорится пальцем деланная колбаса ты знаешь мать ты помельче бери она просто не не такая широкая эта штука диаметр небольшой вот так чтобы можно было запихнуть вот так и вы упереть во что-то нам еще страшно пока ты пока не боюсь в общем друзья запихиваем ну что друзья это последние наши две такие колбаски у нас еще парочка образовалась вот из этого фарша 4 вот таких примерно колбаски светочка к их судьба и даже мясо сырое вот это вот сейчас она именно взять и тонненький полочкой побольше проколоть здесь хорошо я не дождь нужно дальше вот они полежат немножко потом они полежат в комнатной температуре а потом мы их отнесем и будем делать из них такую сувид это английский south federn а по-русски сувид она будет творится там даже не будет творится она будет находиться при температуре 70 градусов по цельсию то есть как бы томится она находится в воде в 70 градусов по часа два света заряжает машинку вакуумную и вот будет получаться вот такая колбаска вот так она будет выглядеть и после этого в таком виде начала будет но как сказать париться в парильне в парильне в парилке на 70 градусов на цельсию почти не его где порвешь какие-то ну так что а что ты делаешь что я делаю мешок творческий процесс друзья пи все первый раз кто скажет что это а это кастрюля это кастрюля в который выкладывается колбаски катись колбаской по малой с паской или здесь малой я думаю что там нету такого подчего детки или как это малый и большой нет так ну говорит а 4 там в пакет упаковала дужи так было платье кишка кишка вареная а здесь они сулит прямо слово такое друзья типа на суицид похоже ну это негативно нет это негативно так что воду какую можно ли вам холодную холодную воду пробуем холодную и это будет стоять и надо чтобы она не оставалась стоять она будет в так сказать духовке это кастрюли которая вставляется в как называется такая кухня друзья вот на такой кухне только колбасу делать до негативном смысле хорошим 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 сейчас мы будем в негативном что у нас все позитивно вот друзья гнет такой угнетенные колбаски пошли или колбаски под гнетом идем томи а интересуясь а сейчас мы откроем мамки дверь откроем мамки дверь давай в спортзал идем а в спортзале у нас тут это и это и спортсмены приходят к нам со всей округе приходят спортсмены подтянуться можешь ну так просто и что ты вот вот куда все это попало в режим есть написано south of the day да ты чё ну как темно тут не видно ни хрена ну хорошо пусть будет сам сведе я его ставлю мне нужно поставить температуру ну 150 на время мне нужно говорить и говорила 70 но 70 это тоже по цельсию нам на кинь десятку что три часа поставить температуру зачем ну что было 70 по цельсию не то нормально быстро 3 часа будет достаточно и старт поехала все как бы здесь три часа это же ночью там быстро становится но по я буду того как мы спать пойдем и нужно греться надо она насчет отсчет времени температуру вот а сейчас мы пойдем открывать и колбаски которые давай оба а потом после колбаска подел колбаски и колокол берешь вот все калории ты сойдут тем временем друзья распаковывается кое-чего что было сделано немножко раньше нам сейчас света все расскажет и это похоже на какую-то ветчинку да что это шейка свиная да ты что хрю хрю свиная шейка где-то права то есть китайцы а где же еще возьмешь делать я все кстати задалась вопросом где в америке может взять свиную шейку когда приходишь магазин там каких кусочки мяса и вырезка станут нельзя купить шмат поехала и китайцам пожалуйста дай мне самый большой кусок свинины шейки шейки подожди а так она но как-то его это индюшка свисташкина значит мы просто как дегустируем или это как боже не первый раз а по 1 гостей дело в том что светлана учится это все делать она пока еще небольшой специалист у нее еще нет потока у нее все производство штучное ну давай может быть не спеши отрезала пласт пластиковыми такими их отрезала давай и это все в пленочке тоже в такой же кишке или это другая но тоже кишка нет это не кишка это бумагу . дает что спрашивает женщина и рассказывала про эту штуль какой но не так вот на каждом углу красивая тарелочка для красивой жизни я уже прямо знаете меня слюнки текут при том что мне не то что положено покушать или положено уже около 9 вечера ну значит я буду не кушать а макомиться вот макомиться же можно в любое время в любое время ну мы начнем с индюшки дорогу которую мы знаем да а вот так он то индюшка ну да это свинюшка индюшка и свинюшка она не завернута бумажку как она понимаешь живенько так движется под ножом то у тебя ну что друзья давайте мы но чесночка там есть немножко или не совсем нет я думаю что есть только главное все не съедает то я не успею на всю всю нишу кусочки это ставьте были точно это были за все ну я неплохо неплохо сейчас мы гостей это подключим они будут дегустируют а вы видите это розовую прям как свинюшку но это розовенькая она именно из-за этой вот нитратной соли да мы сейчас покажем вам нитратную соль с амазона красиво разложить так надо стать эти блинчики да у нас есть такие хлебушки который практически нет калорий вообще есть калорий да они какие-то они мексиканские но с одной стороны вроде хлебушек трое стороны ни углеводов ни калорий и роскошная клетчатка как мясо это самый как я не знаю сельдерей последние лет они пропали с продавали сельдерей? я не нашла не даже блинчики пропали а блинчики? какие блинчики сельдерей вот эти лепешки лепешки бискалоили пропали я вчера только купила в двух местах сельдера доставай их блинчики блинчики ну да я Я покажу вам, где берут блинчики. Если вы не знаете, где берут блинчики, то вот они лежат. Вот, пожалуйста. Вот прямо тут это берут. Вот, значит, написано на них Zero Net Carbs. То есть, карбов немае. Углеводив немае. Оригинальные файбер, это клетчатка. Много клетчатки. Ноль граммов сахаров. Но, что интересно, друзья, вот вы, по моему лицу, лицо не обманет. Вот, пожалуйста, вот вы взяли, да? Миша, ты послушай меня, ты же не один тут. Я же все не съем, я кусочек. Я просто зрителям показываю, что это очень классная штука. Вот, и что-то вы, 50 лет женаты, женаты, вот, и... Может, ты знаешь, с кем дело имеешь, господи? Надо было две разные колбаски положить, не правильно? Могло бы... Два мужа. Один тебя радует глаз, а другой дом несет. Хотя я, друзья, все это 50 лет справлялся и с тем и с другим. Так не как. Как бы это нам, знаете, что, не обожраться? Как буржинина смотрится. Или как-то... Нет, буржинина, это белая, а это как ветчина. Как бы себе... Это ветчина. Как бы нам не поплохело. Идет дополнительная укладка. У нас отражаются лампочки, тарелки. Понимаете, тут лампочки, вот они так висят? Во! И прямо светят, знаете, они вот так светят, во! Вот. Поэтому получается, что отражаются и от стола, отражаются, и от тарелки отражаются. Вот это желтенькое, да? Что желтенькое, что? Вот, ну, внизу. Это не тюмерик? Нет, это не тюмерик, это флексид. Это вот эта приправка. И я его положила туда согнутыми, для того, чтобы он удерживал воду. Как флексид по-русски как? Льняное семя. Льняное семя. В одну льняное вот такое, что выкладывала. О, дьявольское семя. Так, давай. Чтобы оно удержало воду, потому что я не кладу фосфата туда. Так, а воду в чем удерживаете? В мясе. Чтобы было как можно меньше вот этого желе. Ну, я, вы понимаете теперь, что вот такого вы не купите. Хотя, может быть, на базаре, знаешь, люди, наверное, делают хорошо, да? Да, у нас колбаса сегодня деланная пальцем. Вот буквально, в смысле... Проталкивали пальцем. Ее пихали туда. Да, проталкивали. Вот это желе. Красиво. Желе красиво. Холоден который. Колоден. Я ничего плохого в нем не вижу, но считаю, что... Фисташки. Фисташки, да. Фисташки, да. В завершении нашего шоу, друзья, мы видим, значит, вот этот самый... Это фосфатную слоу. Слушай, она что, такая прям нежного такого цвета? Да. Хоть ты, господи. Премиум, пинк, кьюринг салт. Кьюринг салт. Понятно. Прагль паудер. Ты смотри, пражская пудра. Мэйден Юйсей. А я теперь думаю, пражская пудра, это к чему относится? В общем, короче, вы видели? Это лейбл прямо из коробки, да? Так, как она приходит. Тут на ней написано... Она на пакете была, я переслипала. Да, да, да. Вот написано, что там в нем есть во всем. Одна чайная ложка, два грамма, единицы измерений. Ну, это так, нельзя вот так вот именно посолить там на что-нибудь. Это именно для готовки. Как посолить на что-то? Ну, я не знаю, там на... На бутерброд. Отравиться? Не-не-не-не. О-о-о, друзья, то еще... Это кому-то можно только, себе нет. Надо сказать, что к официальной части у нас подоспели светильные ферментированные огурчики. Вот, все, шутят у нас в гости, что ведрами, ведрами все сметаны. Все ведра. Вот, и там помидорчики. В большом количестве. А помидорчики тоже очень хорошие. Смотрите, какая красота. Огурчики. Они ферментированные, друзья, они не маринованные, не соленые. Это ферментированные. Они ферментированные. Это фактически чисто пробиотики. А рассол можно выпить? Ну, рассол нужно выпить. Давай выпьем рассола. Я сейчас налью. Да. Знаете, как вот Пушкин с бабушкой, вот этой у него была бабушка, Арина Родионовна, и они вот так, знаешь, сядут с бабушкой. Пушкин водки, а бабушка рассол. Вот. И они так вот. И дальше он стихий. Стихий сочиняет про любовь. Да. Они так вот любили. Вот, друзья, у нас собственное производство пробиотиков называется русский стандарт. Русский стандарт. Слово водка просто еще не стерли отсюда. давайте мы это... Сейчас же уже не модно пить. Холодненький. Холодненький. Еще добавить? Да. Сейчас мы... вот таким уполовником. Мне нравится слово уполовник. Я. Заполовник каждый скажет, а уполовник это уже элемент такого, знаете, стиля. Так может водочки? Ну, наверное, к такому закусованному, да. Что-то я действительно что мы сейчас выпьем весь рассол-то. Вот, друзья, смотрите, вот это стремление человека к гармонии. Рюмочка русский стандарт. Сейчас там будет водка. и водка русский стандарт. Вот. И... Ну, как бы, есть все основания для хорошего настроения.